А теперь к звездам земным. Российский гонщик впервые выступил на трассе Формулы-1. 21-летний Виталий Петров принял участие в молодежной гоночной лиге. Ее очередной этап только что завершился в Турции. Именно на этих состязаниях высматривают будущих шумахеров для взрослой Формулы. Наш спецкор Айрат Шевалиев снимал этот репортаж по трех моторов. Все дороги Турции, кажется, сплошная Формула-1. Беспордонность местных водителей легендарна. Но сидя за рулем обычной машины, этот русский не любит быстрой езды. В последнее время даже не очень стал любить ездить за рулем. Вставать начинаю. Первая победа гонщика Петрова – доехать невредимым от гостиницы до трассы. В 50 километрах от Стамбула раскинулись владения Карабаса-Барабаса мирового автоспорта. Хозяин Формулы-1 Берни Эклстоун в Турции построил одну из самых сложных своих трасс. Старт карьеры легким не будет. Мы пьем это перед гонкой, чтобы как можно дольше жажда не приходила и не пил ты во время. Потому что сейчас очень жарко. Я думаю, что пить придется много. Рядом с боксами команд поставили даже бассейн. В нем перед гонкой отмокает турецкий участник. В этих конюшнях, если чем и пахнет, то только большими деньгами. На одном из болидов стоимостью 5 миллионов долларов. Вот его натирает механик. Теперь написано «Россия». Пилот машины, забравшись на столб, подглядывает за великими. Мимо проносятся Шумахер, Алонсо и Физихелло. 21-летний Виталий Петров к тем, кто за забором приблизился вплотную. Победив на чемпионате России и дважды на европейских этапах, теперь он стартует в гонке Гран-при 2. Она проходит на трассах Формулы-1 и поставляет своему старшему брату талантливую молодежь. Российские фанаты Формулы катаются за ней по всему миру. Теперь впервые они готовятся скандировать русскую фамилию. Свои поддержки не гнушаются и антиспортивными методами. Надеемся, что у кого-нибудь сгорит мотор от жары. Предстартовые минуты не менее увлекательны, чем сама гонка. Строй болидов, направляющихся к трассе, свита, самозабвенно играющая короля. И, конечно, рев моторов на старте. Музыка для фанатов гонок. У русской команды в Стамбуле приятное соседство. Рядом находятся боксы Кими Рёйкинена, Педро Деларосе и Михаэля Шумахера. Конечно, каждый, кто участвует в молодежной гонке, рассчитывает, что когда-нибудь и его имя будет написано на этих табличках. И у Виталия Петрова есть шансы когда-нибудь в родном Выборге услышать «Ну ты, Шумахер». Русское присутствие на нынешних гонках вообще небывалое. Вот русский дизайнер Андрей Шаров позирует с чемпионами мира Алонсо и Физикеллой. Он расписал по заказу команды знаменитый болид. Голубые разводы напоминают снежные узоры на окнах. За руль дизайнеру сесть не разрешили, а подержаться за него позволили. Вот тот исторический момент. Мне дали подержать этот руль. Гонка продолжается полтора часа. Сначала не выдерживает один из механиков, теряет сознание от жары. Потом загорается машина соседа по команде. Россиянин Петров финишировал предпоследним. Ему говорят, что для первых гонок участие уже победа. Но разве этим успокоишь? Да, конечно, расстроился. А что здесь радоваться? Когда будем первым, тогда и будем радоваться. А когда последняя, что здесь радоваться? Но вечернее общение с фанатами и купание в бассейне отменять не стали. Ведь без светской жизни настоящей звезды мирового автоспорта не бывает. Айрат Шевалиев, Петр Паничкин, телекомпания НТВ.